Здравствуйте, это новости на телеканале Хабар и смотрите в этом выпуске. Казахстанские ученые готовы озвучить причину массового падежа сайгаков и уже предлагают вакцину. Ученые Института биологической безопасности проводят уникальный эксперимент. 8 лет спустя вкладчики валют транзитбанка получат свои деньги. В казахстанском фонде гарантирования депозитов спешат обрадовать клиентов лопнувшего банка. Нарушители на площадке, приговоренные к общественным работам в Тимиртау, приносят пользу о том, как труд облагораживает не только нарушителя, но и городской ландшафт. Расскажем через пару минут. Греция грозится подать в Европейский суд против институтов Евросоюза. Как заявил глава Минфина страны Янис Варуфакис, правительство намерено потребовать введения судебного запрета, чтобы заблокировать выход Греции из еврозоны и не позволить Европейскому Центробанку уничтожить банковскую систему страны. Сегодня Афины должны выплатить больше полутора миллиардов евро Международному валютному фонду, однако денег на обслуживание госдолга у страны нет. Предоставить финансовую помощь намеревался ЕЦБ, но правительство Ципроса не смогло договориться с кредиторами. Если сегодня Афины не перечислят деньги МВФ, то страну ждет дефолт. В результате крушения военно-транспортного самолета в Индонезии, по разным данным, погибло от 40 до 113 человек. При этом официального подтверждения точного числа жертв пока не поступало. Сейчас на месте авиакатастрофы ведутся поисково-спасательные работы. Напомним, самолет ВВС страны Геркулес-Ц-130 рухнул на один из отелей и несколько жилых домов острова Суматра. Сообщается, что пилоты воздушного судна хотели вернуться на базу после обнаружения проблемы. Совершив поворот, воздушное судно потерпело крушение. По данным казахстанского МИДа, наших соотечественников среди погибших нет. И к новостям в нашей стране. Первые результаты научной экспедиции по местам массового падежа САГИ представили ученые Института биологической безопасности. У животных был ослаблен иммунитет от укусов клещей. Сагаки ослабевают. А в почве обнаружены альфатоксины кластридиоза, которые способствуют неминуемой гибели животных. Скоро все эти аргументы представят в правительстве. Ученые уже готовят вакцину, которая должна сохранить популяцию сайгаков. Ее намерены вводить через траву, которой питаются животные. Приманки планируют ставить в период дефицита кормовой базы. Вкладчики обанкротившегося валют транзит банка скоро получат свои деньги. Это подтвердил сегодня председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов Бахат Когулов. Закон, позволяющий произвести выплаты, принят Сенатом и сейчас находится на подписи у президента страны. После вступления закона в силу будет выбран банк-агент, который займется выплатой денег. Напомним, что валют транзит банк обанкротился еще в 2007 году. Вкладчики, чьи депозиты не превышали 700 тысяч тенге, получили свои деньги сразу же. А вот те, кто накопил большую сумму, до сих пор ждут возврата своих сбережений. Стоит отметить, что в новейшей истории Казахстана три обанкротившихся банка. Совокупная сумма выплат вкладчикам составила около 15 миллиардов тенге. Схема востребования депозитов проста. Надо предоставить заявление удостоверения личности. В течение пяти дней заявка должна быть рассмотрена банком-агентом. В течение шести месяцев вкладчики в валют транзит банка могут обратиться в банк-агент и получить необходимую сумму гарантийного возмещения. В случае, если по каким-то причинам вкладчики не смогли обратиться, по истечении шести месяцев вкладчики могут обратиться в Казахстанский фонд гарантированных депозитов и получить необходимую сумму. Возмещением подлежит только основная сумма депозитов до 5 миллионов тенге без начисленного вознаграждения. Европейский Союз ожидает увеличения товарооборота с Казахстана после вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. Сегодня объем ежегодного товарооборота Казахстана и ЕС превышает 30 миллиардов евро. А за последние 10 лет страны Старого Света инвестировали в экономику Казахстана более 100 миллиардов евро. Но это далеко не предел, заявил в эксклюзивном интервью агентству Хабар спецпредставитель Евросоюза в странах Центральной Азии Петер Буриан. Предстоящие вступления Казахстана в ВТО открывают новые перспективы для взаимного сотрудничества. Евросоюз всецело поддерживал вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию. В этом процессе Евросоюз поддерживал всесторонне Казахстан и помогал решать задачи по этому процессу. Это очень важный шаг, который поставит Казахстан среди стран с открытыми экономиками. И как раз этот факт позволит еще глубже сотрудничать между Евросоюзом и Казахстаном и развивать отношения в области торговли. В Казахстане не хватает рабочих рук. Об этом сегодня на брифинге ВСЦК заявил вице-министр здравоохранения и социального развития страны Бержан Румбетов. Для примера он привел результаты опроса среди работодателей. В анкетировании приняли участие представители почти 4000 крупных, малых и средних предприятий страны. Выяснилось, что больше всего рабочих не хватает в сфере пищевой промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Потребность составляет около 30%. Между тем в стране в рамках реализации второй пятилетки индустриализации необходимо подготовить еще около 50 тысяч специалистов. К примеру, в ближайшие пять лет дефицит кадров пищевой промышленности возрастет вдвое. В строительстве потребность в специалистах тоже увеличится почти наполовину. Как отметил вице-министр образования и наук Есенгаза и Мангалиев, кадры для индустриализации будут готовить в 20 базовых вузах и колледжах. Подготовка специалистов будет осуществляться по ряду ключевых отраслей экономики, в том числе металлургии, нефтехимии, легкой пищевой промышленности, АПК и машиностроении. Для материально-технического оснащения учебных заведений из республиканского бюджета уже выделено 10 миллиардов тенге. Трудотерапия осужденных сэкономит бюджетные деньги. В Тимиртау обустраивают детские спортивные площадки. Этой работой занимаются те, кому суд назначил наказание в виде общественных работ. Времени подумать о своем поведении у этих людей достаточно. На трудотерапию отводится от 60 до 300 часов. Подробности у нашего корреспондента. Очередная, уже 12-я спортивная площадка появится в Тимиртау. Новые комплексы обслуживать пока некому. По закону деньги на их содержание будут выделены только в следующем году. Власти Тимиртау решили проблему, отправив на уборку площадок нарушителей. С начала года 2015-го у нас прошло по учетам осужденных к общественным работам 10 человек. В сравнении с 2014-го года таких осужденных к данному виду наказания было 4 человека. То есть мы уже видим, да, значительный рост увеличилось. В этом году армия таких общественных работников будет только расти. В новом уголовном кодексе наказание трудом предусмотрено примерно в 30 статьях. Срок общественных работ длится от 60 до 300 часов, в зависимости от приговора суда. Сейчас на площадках спортивного клуба Тимиртау трудятся двое осужденных. Руководитель клуба убедился, эта практика дает хорошие результаты. Труд в данном случае облагораживает не только нарушителя, но и городской ландшафт. Я считаю лучше, конечно, административной работой, потому что если будет административный арест в течение 15 суток, это будет уходить денежные средства на содержание этих осужденных, бюджетные средства на то же питание. Пока власти не могут просчитать экономический эффект от возросшего числа бесплатных работников, но визуальные результаты их труда уже заметили многие тимиртаусцы. Алиаса Сдыкова, Сайлау Игриков, Асито Саинов, Хабар, Карагандинская область. Может, экономический эффект будет более явным, если бесплатно трудиться обяжут чиновников-взяточников? Так, в Акмолинской области пока что только уволить трех чиновников рекомендовал дисциплинарный совет региона. Руководитель областного управления строительства Дмитрий Петько и его подчиненные Асалбеку Саинов выступили с заказчиками строительства здания нового центра обслуживания населения. Во время конкурса объект стоимостью 860 миллионов достался строительной фирме «Амистрой», находившейся в реестре недобросовестных участников госзакупок. Несмотря на проверки прокуроров и суды, объект так и не построили, но деньги в бюджет все же вернули. Третий чиновник, руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бурабайского района, Раимбек Махалиев умудрился принимать объекты, которых не было и в помине. При этом отказывал тем, у кого документы были в порядке. На заседании Диссовета каждый из виновников пытался оправдать свои незаконные действия. Здесь рассмотрено 6 вопросов, в том числе 11 дел в отношении ответственных государственных служащих от Молинской области. Наиболее показательными делами представляются это дело в отношении руководителя управления строительства от Молинской области, Печко и других должностных лиц, которые оказывали неправомерное предпочтение при принятии решения. Впервые постановку оперы Джзепе Верди Аида покажут на открытом воздухе в канун празднования Дня столицы в среду 1 июля у Дворца мира. И согласие жители гостей Астаны увидят необычайное шоу. Здание пирамиды станет живой декорацией. Говорят организатору, подножие развернется масштабное действие, создадут его элементы египетской архитектуры и наездники на конях. Всего в проекте принимают участие порядка 300 человек. Это солисты, артисты балета, военнослужащие Минобороны. Главные партии оперы исполнят тенор из Болгарии Камен Чанев и солистка Астана-опера Жупар Габдулина. Осуществует первый Open Air проект народный артист России Юрий Александров. Мне хотелось, чтобы зритель уже на подходе к пирамиде попадал в атмосферу Египта. И поэтому у нас бедуины, у нас осыпанные пески, у нас статуи, у нас верблюды, даже есть беленький верблюжонок, ну и маленький с мамой, который пошел. И люди уже идут к нам, они фотографируются. Это целый спектакль, потому что публика будет заходить на протяжении 40 минут. И 40 минут они должны смотреть, они должны погружаться в эту атмосферу. Сразу трое представителей казахстанской школы джиу-джитсу стали чемпионами мира. На первенстве, которое завершилось в Болгарии, нашим атлетам не нашлось равных. Ребята уже вернулись в родной Павлодар, они единственные, кто представил нашу страну на чемпионате мира. В мероприятии приняли участие более тысячи бойцов восточных единоборств со всех континентов. Первым в борьбу вступил обладатель черного пояса Азамат Ахатаев и одержал уверенную победу в двух встречах над соперниками из Словакии и Венгрии. В финале 22-летний мастер спорта международного класса оказался сильнее представителя Чеченской республики и завоевал титул чемпиона мира. Дальше успех казахстанской команды закрепили Заирбех Абылкадыров и Алиаскар Альжанов, которые также не оставили шансов своим соперникам и уверенно завоевали золотые медали чемпионата мира. Гордость переполняет. Как казахов говорят, намус есть намус. Соперников выиграли. Очень рады, как наш флаг поднялся. Мы сам словами не передать это чувство. Фурор от маленькой скалолазки. В интернете появилось видео, на котором полутораголодовалая девочка отважно взбирается на двухметровую отвесную стену. Но это и неудивительно. Мать девочки 14 лет тренирует альпинистов. Ее отец профессионально занимается скалолазованием около 20 лет. Сама малышка практикуется несколько раз в неделю, продолжая семейную традицию. По словам родителей, в первый раз она взобралась на стенку. Когда ей было всего 8 месяцев ходить, она начала значительно позже. А к этому часу у нас все. В студии работала Салтанат Тугельбаева. Сурдоперевод обеспечивал Хасан Истраилов. До свидания.